Какие положения, когда молящийся за имам, он следует за имамом? Четыре вида бывают. Это опережать имама. Опережает, вперед имама совершает что-то. Первый, это который опережает имама. А второй, это мухалява для имама. Второй, это который отстает от имама. Третий вид, это который наравне с имамом, вместе с ним делает. И четвертый, тот который следует за имамом совершения. И сунна является следовать за имамом, повторять за ним. Что значит следование? То есть, когда имам сделал тагбир, следом за ним, сразу ты тоже делаешь тагбир. Когда он совершил сажда, сразу же ты совершаешь тагбир. Но иногда иногда нам Yousra. Истинут тагбир. Есть, истинут. И строко. Сажда ал-ахира. То есть, как, например, сейчас некоторые люди делают так, что последний сажда, когда совершают, имам уже поднялся, читает Тешахнут, а некоторые люди продолжают оставаться в сажда, делают дуа. Это не является следованием за имамом. Как только имам поднялся сажда, ты тоже должен подняться, поэтому за это будет следовать за имамом, кроме, если имам не торопится, то есть торопится так, что ты не успеваешь прочитать тот обязательный дыкр, без которого на вас ты будешь действовать. Поэтому нам приказано следовать за имамом, не опережать его. То есть, не допускается опережать имам. Если же он ошибся и опередил имама, он должен вернуться и следовать за имамом. Да. Самое важное, в чем он должен следить за имам, это в тагбиру аль-Ихрам, первый тагбир, который на 5 раз, и намад, и салям. То есть, имам не должен затягивать, как с первым тагбиром, наверное, протяжу, а Аллаху Акбар, потому что сзади него может быть человек, и Аллаху Акбар быстро вспоминает. И он, получается, что зайдет в намаз вперед имама. И также салям. И так же имам, когда дает салям на растяжку, длинную салям дает, потому что задний умоленщик, может быстро дать салям, и получит, что он вышел из намаза вперед имама. Поэтому нам приказано следовать за имама, не противоречиво, то есть не отставать от него, не наравне с ним делать, и не опережать его.